Человек, находящийся в половом свернении, если захочет употребить пищу, то есть захочет покушать или попить, что ему делать? Нужно ли ему гусль брать или нет? Ах, ради мусуль, приводит имам мусуль в своем достоверном сборнике Аиша. Аиша рассказывает, что посланник Аллаху, когда находился в состоянии полового свернения и хотел покушать или идти спать, что брал малое омовение по тому, как берет его перед намазом. Понятно или нет? Фаза хадис, ядульну ала истихдаб аль-убу, миль джунут, из-за рада ан-якуль. Этот хадис указывает на желательность тому, кто находится в половом свернении, если он захочет покушать, пойти взять малое омовение. Вала яджибу али-газа л-убу. Но брать малое омовение для него не является обязательным, а всего лишь каким? Желательным. Потому что действие пророка не указывает на обязательность, а указывает только на желательность. Падо Шаукани Финнель сказал имам Шаукани, если же человек в половом свернении захочет покушать или попить, то все люди, то есть те улема, сошлись на мнение о том, что буду ему брать необязательно. Понятно или нет? То есть если ты в половом свернении захотел покушать, попить или идти спать, то тебе желательно взять малое омовение перед этим. Но если не возьмешь, то греха за это не получишь. Понятно или нет? Желательно, но не обязательно.